Значит, у нас приболела Линда. У неё понос небольшой. Ну как небольшой? Нет, ну чуть-чуть приболела, короче, чуть-чуть. И поэтому мы сегодня дома, мы сегодня снимаем видео, и болеть за ребёнка – это очень хороший триггер, чтобы провести анализ очередной. Кстати, хочу сказать, что мне нужно накрасить брови, покрасить краской. Давно не красила. Невыразительно, правда, выглядит? Надо покрасить. Вот закончу видео снимать. Время сегодня у меня много свободного. Потом пойду брови красить. Так вот, значит, заболела Линда. И, конечно, когда ребёнок болеет, это я рассказываю для тех, у кого нет детей, да, или у кого другой, другая организация психики. Когда болеют дети, все твои планы рушатся. И для таких людей, как я, которые гипер всё контролируют и считают, что всё в этой жизни зависит только от них, болезнь ребёнка показывает, что не всё зависит только от тебя. Ты не всё контролируешь. Иногда нужно просто расслабиться и течь по течению, потому что ты ничего не сделаешь с этим, да, потому что, когда ребёнок болеет, твои планы рушатся. И, ну, короче, я очень долго к этому относилась, очень болезненно. Сейчас. Кофе. Видите, как красиво. Я очень долгое время относилась к этому болезненно. Ну, сейчас я научилась снижать градус напряга и относиться к этому уже проще. Когда ребёнок заболевает, ты такой, это отличная возможность посидеть дома, это отличная возможность не ходить к бабушке. Хотя, ну, в общем, сейчас расскажу, да. В общем, это отличная возможность просто очередной раз отдохнуть. Отдохнуть от этой жизни. И научиться пускать всё на самотёк. Так вот, всё не так просто, заиньки. Да, это только затравочка, да. Вот, знаете, я сейчас вот как бы подводочку такую. Значит, я ВКонтакте написала постик о своей мечте. Я решила, что мне так легче и проще, когда у меня есть мечта, когда я её держу, визуализирую, грущу, сокрушаю, что она пока что не сбылась. Ну, мечта она-то в том и, как бы сказать, и суть. Да? Сейчас, подождите. А то чувствую, что надо кофе глотнуть. А то что-то уже голова кружится. Я вообще всю свою жизнь жила с мечтой. Для меня мечта имеет очень большое значение. С самого детства. Я поняла, что как раз-таки смысл жизни, который ты можешь себе создать, ну, каждый сам создаёт себе смысл. Смысла у жизни нет, но каждый создаёт свой смысл. Это очень сложно. Во взрослом возрасте понимаешь, что создать себе смысл – это очень большая и трудная работа. В детстве как это было проще. Ну, вот я поняла, что мне обязательно нужна мечта. Не могу я без мечты. У меня в детстве были тоже мечты. И, знаете, песня такая есть у Меладзе. Вот примерно в таком варианте. В детстве или слушала, любила эту песню вообще, когда мечтала. О чём я мечтала в детстве? Я мечтала в детстве похудеть. Слава богу, теперь мне это не грозит. Ну, в том плане, что мне не надо худеть. Вот. Хотя я сейчас набрала 2 килограммчика. Но мне хорошо в моём весе. Так вот, я опубликовала пост. Видите, как я люблю размазывать по тарелке и разводить, понимаете, демагоги. Я, значит, опубликовала пост о том, что он мечта, а тыры, а тыры. Ну, совершенно в невпопад. Юля, ну, совершенно невпопад. Вы это написали. По поводу того, что куда бы ты ни поехал, ты всё равно берёшь себя. Так, подождите, надо взять ножик. Хорошо, хочу эстетично разрезать шоколадку. На два кусочка. Потому что я не собираюсь её есть целиком. Но хочу, чтобы она разрезалась очень эстетично. Чтоб мне было красиво её есть. Вот так. Значит, Юль, почему невпопад? Ну, потому что вот эта фраза о том, что «Куда бы ты ни поехал, ты везде возьмёшь себя». Но это не про меня. Юль, ну это не про меня. Мечта тут вообще не имеет никакого отношения к этой фразе. История про то, что куда бы ты ни поехал, ты везде возьмёшь себя. Ну, это история, наверное, про людей, у которых реально, может, какие-то проблемы с психикой. Ну, давайте будем откровенны. У меня нет проблем с психикой. Я очень в этом плане здоровый человек. Ну, конечно, у меня есть травмы. У всех есть травмы. Понимаете, у нас у всех есть травмы. Нетравмированных людей нет. Понимаете? Но в целом я хочу сказать, что у меня очень высокий интеллект. У меня здоровая психика. По сравнению со всеми остальными, поверьте. Я с людьми-то общаюсь. Я вижу, какой пиздец творится у людей в головах. Так вот, по сравнению с этими людьми, у меня всё хорошо. Поверьте. Просто я такой человек, который очень хочет быть лучшей версией себя. Нет, я хочу реально работать над собой. Я хочу совершенствовать свою психику. Я хочу делать всё, чтобы мне было комфортно. Но иногда, как раз таки, общество к этому не привыкает. Что общество живёт стереотипами. А иногда, для того, чтобы было тебе комфортно, ты принимаешь такие образы мысли, образы жизни, которые в обществе считаются чем-то негативным. А что негативного в том, что я сокрушаюсь, что у меня есть мечта, хочу жить в Питере, но я пока не в Питере. Вот что в этом такого для вас неприятного? Что? Ну, людей это почему-то бесит. Когда ты говоришь, я так хочу быть в Питере, ну, я пока не могу, ну, я так хочу. Да как грустненько, что я не могу поехать в Питер. И у людей почему-то это вызывает какой-то негатив. Почему это у вас? Вы не любите, когда люди немножко горюют, когда выражают свои негативные эмоции? Запретно. Ну, в общем, это не то, Юля. Юля, у вас что-то, у вас какая-то, Юля, я хочу сказать, искажённое восприятие реальности. Вы видите там что-то такое, чего на самом деле нет. Почему вы это видите? Это ваше. Как бы сказать, вы задайтесь вопрос себе. В общем, заболел ребёнок. Мы вернулись к теме разговора. Заболел ребёнок. Значит, как заболела? Значит, утром проснулась, говорит, сходила в туалет к жидким какать. Ну, утром там часов в 10, наверное. Или в 9. Я говорю, ну, хорошо, я сейчас тебе сделаю чайку, печенюшки, сегодня сидим на диете. Температуры не было. Накануне в день она жаловалась, что у неё живот болит. Накануне она поела черешню у бабы Валя. Черешня была немножечко такая, я тоже её поела, но черешня была такая мягковатая. Я чуть-чуть съела, а она съела много. И вообще черешня – продукт, который может вызывать диарею, если съесть много. И я заметила, что мы покупали черешню на протяжении недели или двух последних. И каждый раз у неё после черешни был стул слабый. Прямо она обычно ходит такими хорошими какашечками, а тут смотрю, какой-то, ну, вот кашицы. И я такая думаю, ой, что-то как-то странно. Такая реакция организма, видимо, на черешню. И тут вдруг, вот, такая ситуация, что что-то жаловалась на живот предыдущий день, что что-то какой-то дискомфорт в животе. Ну, всё было нормально. Поела у бабы Вали черешня. И на следующий день понос, как бы. Ну, жидкий прям. Вначале жидкий, а потом в течение дня уже там и водой, ну, как, знаете, обычно, там, струхой такой, да? Ну, вот. И как бы ходила примерно там раз в час, ну, в полтора. Ну, в час вот так. Ну, вот один раз, как бы, ну, так стабильно. Вот. И рвоты нет. По температуре к вечеру, к часам к пяти поднялась, там, начали 37,1. Потом там, ну, часов в 7, 30, ну, там. А, нет. Короче, я помню, что я померила, было где-то 8 или полдевятого. 37. А, ну, где-то в 7 часов 37,4, 37,5. И померила где-то полдевятого 37,9. И вот она по нос. Ела, почти ничего не ела за день. Ну, как бы то, что там я печенье дала, это вот как бы, да, там такие. И с чаем кашу, гречку дала ей. И супчик лёгкий сварила, знаете, такой, как с куриной грудкой чуть-чуть туда. Чуть-чуть поела, вот. И мы сразу же, как всегда, стали принимать, мы теперь уже подготовленные, понимаете. Мы в прошлом году съездили в инфекционку, да, уже. Мы сразу же начали принимать пребиотик, ацепул. Он у нас теперь всегда есть. Сразу же. По совету врача, как у нас было в апреле, тоже какая-то херня. И потом вечером я ещё... Кстати, я иногда поела, сейчас закончу видео, дам этот энтеросгель. Хотя рвоты нет, но всё равно он там в желудке обволакивает как-то, ну, как-то. Хуже от него не будет, от этого энтеросгеля. Наподобие, как и смекты, в общем. В общем, и я вам уже говорю, послушай, вот, как бы сказать, я не очень понимаю в теме потери жидкости и вот этих всех солей и электролитов при поносе. Может быть, нам нужно попить какой-то раствор, который вот я ни разу не пробовала, честно говоря. Ну, я ей давала пить, да. А вот, ну, как бы, есть же специальные растворы, да, вот этот, как его, регидрон. Я говорю, может быть, тебе съездить в аптеку и узнать об этом? Я говорю, ты съезди в аптеку, там уже, как бы, многие закрылись, они в девять у нас закрываются. Есть какие-то до десяти. Я говорю, съезди в аптеку, узнай так и так, что регидрон, как вот и что, позвони мне. Значит, мой муж приезжает в аптеку. Нет, ну, он вначале как бы среагировал так, что всё, надо срочно, срочно, всё, вы поедете в больницу, всё, будет плохо. Ну, вот, всё, да вы в больницу поедете. Я ему говорю, едь в аптеку. Значит, он звонит мне из аптеки и говорит, мне в аптеке сказали, регидрон не надо. Надо принимать срочно энтерофурил. Энтерофурил, и вообще нужно вызывать скорую, и тыры-пыры, температура, тыры-пыры. Я ему говорю, послушай, какой энтерофурил? Вот, блин, начинаю рассказывать, начинает сжечь. Я говорю, это из-за того, что что-то с дыханием. Видите, я сейчас не очень дышу глубоко. Что-то с мышечными, мышечные, я прям чувствую что-то. В общем, короче, я начинаю понимать, что мой муж входит в изменённое состояние тревожности. Что это уже не мой муж, а тревожный человек, который послушал какую-то, извините, я не буду, я буду ругаться матом. Потому что это очень важно. Ёбнутую аптекаршу он послушал, которая не знает, что с нами, и сразу же почему-то советует энтерофурил. Аптекарши не должны такого делать. Они могут дать просто консультацию по лекарствам, по их применению. Я ему и говорю в телефон, угомонись, никакой нам энтерофурил не нужен, у нас некатастрофичная ситуация. Ну да, у ребёнка понос, да, немножко поднялась температура. Ребёнок чувствует себя хорошо, ничего не болит, не вялый, ничего, рвоты нет, и не было позывов. Не нужен нам энтерофурил. Я всё, говорю, поняла. Ну это раз регидрон говорят, что это тоже пока не надо, тогда езжай домой. Но я начала понимать, что муж начинает погружаться в это состояние тревоги, которое свойственно было ему на всей протяжении нашей жизни в браке официально. То есть он, вот он послушал эту аптекаршу, и всё, его начинает, у него катастрофизация начинается. Ой, блин, намочила рукав, не могу, рукав мокрый, неприятно. Вот, катастрофизация у него начинается. Он приезжает домой, и он продолжает, я ему говорю, никакой энтерофурил не нужен, я знаю, что такое энтерофурил, да. И говорят, что это безопасный препарат для кишечника, он не нарушает его работу. Но это бактерицидное средство, это наподобие как антибиотик для кишечника. Да, он борется с бактериями, но мы не знаем, что у нас. Он борется с сальмонеллами, куеллами, блядь, ещё с чем-то. Мы не знаем, что у нас. Это как вот было год назад в больнице. Мы поступили в больницу, у нас взяли анализ на вот эту всю хрень, бактерии какие-то, вот эти все гадости, которые, знаете, из воды в том числе появляются. Но анализ, сказали, будет готов через 5 дней. 5 дней, блядь. Мы уже выписались через 2 дня, мы принимали энтерофурил, который они нам прописали. Но через 5 дней я узнала результат анализов, у нас не было этих бактерий. По факту мы энтерофурил принимали впустую. В пустую! Поэтому пока мы не знаем, что с нами, энтерофурил не надо принимать. И не надо мне ваше вот это вот. Он безопасный, он безопасный. Ситуация не катастрофическая, никто не умирает. Поэтому не надо ничего делать. Мы принимаем пробиотик. Мы принимаем этот гель для обволакивания желудка. Мы соблюдаем диету. Если будет повышаться температура, мы дадим параллсотаммулю. И соблюдаем питьевой режим. Всё. И я мужу это, я говорю, послушай, а мы накануне только обсуждали эту ситуацию. Ситуация какая? Я ему объясняла. Послушай, у тебя много тревоги. Я поняла, что все эти годы, что я чувствительный человек, во-первых, я это поняла. Я как приёмник. Я чувствую людей, которые рядом со мной. И получается так, что я принимаю их тревогу на себя и выдаю за свою. Я рассказывала вам на прямом эфире, что приходя к моей бабушке, у которой Паркинсон, но Паркинсон у неё больше нервный. Знаете, как у бабушек, у них затряхивает. Они уже не могут остановиться от своего нервного затряхона, и поэтому у них сердечные проблемы. Все проблемы с органами, все, на 90% идут из головы. Из головы. Это вам скажет любой нормальный врач, это мне и на Гога говорил, я это и в книжках читала. Из головы. Мозг контролирует работу органов, а тем более сердце. Это проблемы в голове. Я прихожу к моей бабушке, я сижу, если с ней долго, меня начинает потряхивать так же, как потряхивает её. Я бы рада отказаться от своей чувствительности, но я поняла, что это я. И мой муж всем 10 лет нашего жизни говорит о том, что он не тревожный. Но на самом деле это не так. Возможно, он даже не чувствует свою тревогу. Но то, что он её не чувствует, то, что у него подавлено ощущение своей тревоги, это не значит, что у неё её нет, и он её... Она есть. Я её чувствую. Я её как приёмник, блядь, эти все 10 лет вывожу. Помимо своей тревоги, помимо того, что я теперь ещё и мать, я должна вывозить тревогу своего ребёнка и её как-то приводить в чувство, да? Я должна это делать, потому что кто ещё это сделает? Мать должна научить своего ребёнка справляться с тревогой. Так я ещё и мужа тревогу, блядь, беру на себя. А у него её вот так вот. Там невыносимый пласт тревоги. Но это его проблема. Я не собираюсь с его проблемой, понимаете? У меня канал не про него. Пусть сам с вами проблемы разбирается. В общем, мы только накануне об этом с ним говорили. И я его вот в моменте останавливаю и говорю ему. Мы с тобой только не... Вот вчера это обсуждали. Ну что, опять? Опять ты хочешь на меня свалить свою тревогу? И я матом. Вот ему не нравится. Он говорит обычно, почему ты матом? Вот первый муж тоже так мне говорил. Пусть ты нам матом. Да потому что, блядь, вы доводите. Доводите, Олю. И, конечно, мат – прекрасный для меня способ разрядки. Я понимаю, вам, может быть, не нравится. Вы считаете, что это быдло. Но я вам скажу так. Вот эта фраза «пошёл ты», это такая фраза, говоря о которой, лично я, у меня идёт такой сброс энергии. И я ему вот это всё хожу и высказываю. Он говорит, да пошёл ты со своей тревогой. Я говорю, почему всегда у тебя всё плохо? Почему всегда всё должно быть плохо? Мы должны обязательно все поехать в инфекционку. Все должны сдохнуть. Мы и так все сдохнем. Только у нас у всех есть выбор. Прожить как-то, ну, вот в тревоге, в страхе. Или прожить интересной жизнью. Интересной жизнью. И сдохнуть. Потому что мы так все сдохнем. Понимаете? Теперь мои видео занятия «Красивая осанка» доступны ещё и на Boosty. Переходите по ссылочке и смотрите за донат все видео «Красивая осанка». Продолжительность 3 часа 40 минут. Я каждому вышлю ссылку на скачивание файла. Главное, не забудьте указать в вашу почту. Либо проверяйте сообщение на Boosty. Размер файла 13 гигабайт. А также вступайте в мою группу «Красивая осанка» ВКонтакте. Там много чего интересного. Или подписывайтесь на Яндекс.Дзен. Канал «Красивая осанка». В общем, муж пришёл в себя. Муж понял, что происходит что-то не то. Я поняла. У ребёнка температура начала спадать. То есть уже к ночи. Там она была 37,4. Но сегодня на утром проснулась 37,1. Мы врача вызвали. Врача ждём. И, кстати, самое что прикольное, что, помните, я вам рассказываю историю, что мы должны были к лору идти. Ну, это перед школой-то ходим. Первый раз, когда нам сделали запись, мы странным образом все забыли, что нам надо к лору. Я перезаписалась. И сегодня был как раз тот день, когда нам нужно было идти к лору. И мы опять к нему не попали. И у меня начинает такое быть уже ощущение, что мы не должны к нему идти. Вот просто, понимаете? Вот как это так может быть? Первый раз мы никогда не забываем, что нам нужно сходить. Никогда. К врачу. А тут мы берём и забываем. Второй раз у нас теперь понос. Вы понимаете? Что-то, короче, с этим лором, не знаю. Может, нам не надо к нему идти. В общем, короче, вот ждём врача, ждём врача. Ну, в общем, короче, вчера я это для себя отметила, что я замечательно всё равно справилась вот с этой тревогой, которая пришла извне от моего мужа. И что, да, все 10 лет, что мы с ним живём, ну, вот после рождения ребёнка у него это началось. Я даже думаю, что у него какая-то, типа, тоже послеродовая депрессия, наверное, может, вот из-за ребёнка тревога тоже повысилась. И, как бы сказать, я как передатчик эту тревогу убрала тоже от него. Вот. И я понимаю, что теперь у меня стоит задача научиться отделять, где моя тревога, где мои, как бы, вот эти вот, как бы сказать, ну, не чувства, а вот именно вот это вот, ну, да, чувства, да, эмоции. А где это чужое? Я об этом тоже слышала, что, да, действительно, вот есть такая проблема, что надо вот, вот эти высокочувствительные люди, они, вот они иногда вот прям вот приходится вот так задавать себе вопрос. Это вообще то, что я сейчас чувствую. вот это моё, или это я где-то сейчас вот поймала от кого-то, понимаете? Ведь это всё. Вот. Но, к сожалению, ночью, ночью я не могла хорошо уснуть, потому что ребёнок спал в другой комнате, и я постоянно, ну, думала о том, как она себя чувствует. И я стала понимать, что я заваливаюсь в яму. заваливаюсь в яму, теперь уже своей, скорее всего, катастрофизации. И даже я мужу спросила перед тем, как мы ложились, я говорю, послушай, с ребёнком всё нормально? Он говорит, да. То есть для меня нужно было извне получить, как бы, такое подтверждение, потому что я начала понимать, что я уже не могу дать сейчас нормальную себе оценку, мне нужна опора. Мне нужно, чтобы кто-то внешне сказал, а снаружи, Оля, всё хорошо. Ну, это как из детства, да? Из детства, как потребность, чтобы, ну, для ребёнка услышать от взрослого всё хорошо, всё будет хорошо. То есть мне этого, видимо, в детстве очень не хватало. И поэтому сейчас во взрослой жизни я иногда заваливаюсь, я это понимаю, я вот сегодня ночью это прекрасно отследила, и вот, слава богу, муж мне сказал, всё хорошо, потому что все предыдущие 10 лет он мне говорил, я не знаю, блядь, и я не знаю, блядь. И потом я ему сказала, блядь, твоё я не знаю? Видишь ли, он любил, это, поумничать и говорить, я не знаю, как всё будет. Когда я у него спрашивала, например, а мы с тобой будем жить всё время, там, тыры-пыры, он говорит, я не знаю, ну, мало ли что может случиться. И я заваливалась тут же в состоянии прокрастинации. Конечно, детская прокрастинация, когда ты смотришь на, там, своих ругающуюся с семью, и ты не знаешь, что ждать от этих людей, ты не знаешь, что будет. И никто тебе не может сказать, Оля, не переживай, всё будет хорошо. Да? Вот. Ну, вот, говорю, ночью я не спала, и я не могла погрузиться в глубокий сон. Я планирую сейчас поснимать видео, когда врач придёт, я планирую лечь подремать. С Линдой рядышком. Вот. Подремать, просто чтобы восполнить свои силы. Вот. Что-то ещё хотела сказать по поводу того, что я испытывала ночью. А что я испытывала ночью, чуть-чуть забыла. А, да, я думала, что, как бы сказать, вот мы сегодня пропускаем Лора, думаю, может быть, всё-таки попросить мужа нас перед работой свести быстренько. И когда я лежала ночью в кровати, мне, как бы сказать, мне моё сознание нашептало и сказала, Оля, не надо ехать никуда. Успокойся, Оля. Отпусти ситуацию, пусть всё течёт само. А, вот что я хотела ещё сказать. Я вот этой ночью поняла, насколько легче людям в таких ситуациях, людям легче верующим, которые верят в Бога, неважно в какого Бога. Но вот эта вера, она спасает людей. Почему? Вот в такие ситуации тебе становится легче, если ты подумаешь и скажешь, даже если, даже, как бы, возьмём себя, меня, что я в Бога не верю, но даже я попробовала себе сказать, Оля, на всё воля Божья. Да, это из моих уст звучит странно, но я даже сама поразилась, но это работает. Когда ты лежишь и думаешь, как твой ребёнок, а что будет? И ты такой говоришь, на всё воля Божья. На всё воля Божья. Оля, а ты не можешь всё контролировать, Оля. Оля, ты думаешь, что ты всё контролируешь? И действительно, я вот думаю, что у верующих людей, они таким образом как бы с себя снимают ответственность, чувство вины, что вот как-то вот, да, что... Потому что такие, как я, 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 ведь вот ребёнок заболевает, я же всегда чувствую свою ответственность. То есть я из таких людей, которые считают, что они могут контролировать всё. Даже такие вещи, как болезнь своего ребёнка. даже такие вещи, которые, в принципе, ну, человек понимает. И вера, короче, в этом плане спасает. Я поняла, что... То есть вот это вот такое перекладывание, ну, грубо сказать, вины и ответственности на Бога, оно тебе... Оно облегчает вот это тебе состояние. Я вот замечаю, я слушала, ну, как бы, я слушала свои мысли и говорила себе в какие-то моменты, да, когда я начинала понять, что вот я начинаю как-то стерфизировать. Я себе говорила, на всё воля Божья. И так раз градус напряжения снижался. Потом опять, чувствую, опять начинаю вот эти вот навязчивые мысли, да, как дышит в соседней комнате твой ребёнок, тыры-пыры, они задыхаются, Лена там, а дышит, ну, вот этот вот бред какой-то, понимаете. И опять, на всё воля Божья. И всё. И легче сразу. Вы понимаете? Поэтому вот я говорю, вера в этом плане носит какой-то вот такой очень важный психотерапевтический эффект. Муж мне говорит, может тебе в церковь сходить? Нет. Церковь — это не мой вариант. Как в моём любимом фильме, я вчера смотрела два моих любимых фильма, один из них — Матчпоинт Вуди Алина. Как я люблю этот фильм. Боже, я обожаю Матчпоинт. Как сказали в фильме Матчпоинт, вера — это путь наименьшего сопротивления. Да, всё-таки мне мне больше нравится мой метод. Метод, когда тараканчики в твоей голове разбегаются по своим местам. То есть мне вот это нравится. Ну, то, что я сейчас делаю, да. То есть вера для меня была бы путём наименьшего сопротивления. Слишком просто. Слишком просто просто сказать себе на всё воля Божья. На всё воля. Как там твой ребёнок в соседней комнате дышит? На всё воля Божья. Это слишком для меня было бы просто. А мне нравится вот это вот всё это разбирать, рационализировать, понимать, почему в моей голове возникают эти мысли, откуда они, понимаете? Что с ними сделать, как их упорядочить. Мне нравится вот так вот больше. Понимаете? Мне нравится вот так справляться со своими мыслями. По поводу фильмов. Я вчера смотрела два замечательных фильма, я уже сказала, да. Один Матчпоинт. Фантастическое кино. Фантастическое кино. Ой, как я люблю это кино. Как я обожаю это кино, зайчики мои. Ой. И второй фильм называется Талантливый мистер Рипли. Я этот фильм посмотрела еще когда я была ребенком. Ну, он 99-го года. Ну, я его, наверное, смотрела, когда мне было подростком, когда я подростком была, наверное, годная. Ну, сколько мне было? Ну, может, 2001-м я его смотрела там. Ну, я помню, что у меня было как-то лет 11, может, 10, 10. Нет, наверное, 11, наверное. 10-11. Мне он очень понравился, зайчики. Талантливый мистер Рипли. Нет, это Мэтт Дэймон очень нравится как актер. И вот этот вот герой, которого он играл, мне такие мужчины такие вот немножко... Ну, какие? Как можно обозвать с психологической точки это, как бы сказать, расстройство, да? Какое можно ему приписать расстройство этому Тому Рипли? Ну, я же не знаю. Ну, я когда смотрю, я понимаю, что такие мужчины, как Том Рипли, вызывают у меня какое-то... Даже сейчас я говорю, и даже я это чувствую, они вызывают у меня какое-то возбуждение. Вот второй актер, Джуд Лоу, да, тоже фантастически хороший актер, красивый, да, и в фильме он играет такого мальчика, ну, из богатой семьи, да, он красивый, но, да, он вызывает какое-то эстетическое приятное чувство, но... Ну, его герой, скажем так. Но он не вызывает у меня и женский интерес, и возбуждение, а вот именно герой Мэтта Дэймона вызывает. Да, то есть, видите, мне нравятся такие мальчики с такими интересными душевными организациями, где есть какая-то тайна. Да, я таких всегда выбираю. Да, мне этот фильм очень нравится. Мне этот фильм ещё нравится тем, что, вы знаете, вот в нём показана какая-то жизнь, ну, вот они там, вот это Мэтт Дэймон, он бедненький, да, Том Рипли, он как бы из бедной семьи, а там показана такая жизнь мальчиков, ну, золотых и девочек. Но это время фильма, наверное, какие годы? А какие годы там фильмы? 50-е или 60-е? 50-е, наверное? 50-е, наверное, или 60-е, да, где-то вот так. Там показана Италия, жизнь в Италии, там показано, как вот эти дети американских каких-то промышленных магнатов, бизнесменов, проще говоря, да, они живут на деньги своих родителей, но это не какие-то дети-мажоры, это дети, которые посещают оперу. Даже сам вот этот мальчик, которого Джут Лоу, Дики, которого играет, как бы сказать, ну, он играет такую роль оторванного от этого всего общества, да, он слушает джаз, как сказал его отец, джаз, это всего лишь шум, шум, ну, джаз это не шум, ну, сейчас джаз услышат очень люди такие умные, интеллигентные, кстати, мне тоже очень нравится джаз, я бы, хотела бы, как вот показывают в американских фильмах, зайти в какой-то бар, и вот там играют, я все время любила вот в сексе в большом городе, помните, там Саманта зашла в джаз, в джаз такой, видим, какой-то бар, кафе, и она сидит, вот, слушает джаз, там кто-то на трубе, вот это все делает, ты сидишь, и ты не пьешь алкоголь, ты, может, пить, и ты просто как бы погружаешься как в транс вот эту музыку, а она непредсказуемая, джаз чем интересен, что у него нету какой-то конкретной мелодии повторяющейся, да, у него там такие постоянно перестройки, и это, это мне тоже нравится джаз, да, я не скажу, что я прям поклонница, но мне бы было очень интересно посетить такое какое-то заведение, и думаю, что в Питере и в Москве однозначно такое есть, если бы я жила в Питере, я бы ходила в такие заведения и слушала джаз, вот, и мне очень нравится вот это все, понимаете, да, там даже оторванные вот эти вот богатые детки, они все равно какие-то интеллигентные, и вот это вот даже, наверное, мода, вот эта вот 60-е, да, наверное, 50-е, не знаю, не помню точно, какие годы, но вот эти дамы, которые ходят в оперу, ну там уже, конечно, не какие-то наряды, как это было раньше, да, но все равно это какие-то платья вот таких 60-х годов, мне так нравится, это мода, ретро, ретро, в этом что-то есть такое, это такое женственное, мне так это нравится, там они в карете даже едут, в Италии они, были, в карете, я так смотрю, думаю, я бы тоже хотела, наверное, побывать в Италии, ну не сейчас, а вот в том время, и ходить в оперу, на гондоле ездить, в Венеции, что-то, короче, в этом есть, я еще в детстве, когда смотрела, я прям проникалась душой и думала, я бы тоже хотела вот как-то вот в этом, понимаете, и сейчас, когда я уже взросла, когда я уже могу как-то анализировать, я понимаю, что моя душа, она как будто в прошлых жизнях где-то там жила, а потом моя душа родилась в псковской семье, понимаете, в обычной псковской семье среди скандалов, где алкоголь, это какое-то курение, но они, кстати, там тоже курят, там бабы даже курят, сидят, ну тоже отвратительно, но в общем, однозначно, что что-то, у меня было все такое ощущение, что я как будто родилась не в том месте, не в то время, среди не тех людей, вот у меня всегда было такое ощущение, как бы мне хотелось пожить жизнью, но я не говорю, что это богатая семья, но какая-то интеллигенция, интеллигенция, которая слушает оперу, не вот эта наша российская интеллигенция, которая, не знаю, вы знаете, вышедшая из деревни и благодаря этим Лениным и всем этим партиям коммунистов, это наша интеллигенция, нет, я про другую интеллигенцию, вы понимаете, про какую, да, та интеллигенция, которая уехала, что-то вот это вот, понимаете, как будто вот с этим людьми я чувствую какую-то духовную связь, если верить, я говорю еще раз, в прошлой жизни, то мне кажется, что в прошлых жизнях я где-то была вот в этом, какие-то шляпы носила, понимаете, вот посмотрите на меня, посмотрите, вы видите во мне это? Вы видите во мне какую-то породу, понимаете? Породу! Что-то такое есть во мне, и я это чувствую, и поэтому, когда я смотрела этот фильм, еще в детстве, и сейчас, ям и так нравится вот это все, какой-то, не знаю, что-то, что-то, вот они, они душою такие обеспеченные, они такие нетревожные, эти люди, за спиной которых, да, богатые, состоятельные родители, образование, образование, там вот эта фраза такая звучит, ужасная фраза, вообще просто, то, что этот Дикий говорит, что, то, что я пишу с ошибками, это привилегия высшего образования, ужасная фраза, вот, ну, в общем, короче говоря, я обожаю смотреть этот фильм, мне бы тоже хотелось пожить жизнью, спокойствие, спокойствие и беспечность, вот такое вот, понимаете, даже сейчас, такое спокойствие, безмятежность и беспечность, слушать оперу, вот, понимаете, зайники, это, все, что я сейчас говорю, это очень связано, вы думаете, я сейчас ушла в какие-то свои фантазии, нет, то, что я говорю сейчас, это очень связано с тем, про что у нас видео, вот я живу со своим мужем, вот Юля, сейчас это тоже к вам относится, к вашей фразе, о том, что ты его сюда берешь себя, вы знаете, я понимаю, что у меня такая чувственная, такая ранимая душа, понимаете, это не психика, психика, что психика, психика это мозг, но я не верю в то, что мы только мозг, мозг, генетика, нейроны, не верю я в это, не верю, душа, она у меня такая чувствительная, такая ранимая, Она вот в этом бытие, в этой реальности, она погибает. Она не может выносить это бытие. Я не могу выносить это бытие. Я не могла выносить свою семью с её скандалами и с её вот этим вот каким-то, не знаю, страхами. И вот, да, везде возьмёшь себя. Мне, моей душе, нужно другое окружение. Спокойное, размеренное, где нет тревоги. Где слушают оперу. Понимаете? Фильм Матчпоинт, он тоже ведь об этом. Посмотрите, вот этот герой, я забываю имена, зайки, но вот этот герой, он же тоже, как бы сказать, сколько у него тревоги. Он совершает преступление из-за тревоги. Но посмотрите на семью его жены. Семья его жены, да, богатые люди, да, отец, возможно, наколотил это состояние. Но посмотрите, какие дети. Там, ну, брат с сестрой, да. Они спокойные. Они спокойные. Я бы тоже хотела быть такой спокойной. Я бы хотела, чтобы в моей жизни, в моей реальности не было этих триггеров. Понимаете? Да, ты везде возьмёшь себя, но окружение влияет. Возможно, есть люди, которые... Нет, оно влияет на всех. Просто, может быть, другие более толстокожие. Вот, знаете, только сейчас слушала видео, интересно, в телеграмм свою скину, про Парелл. Про Парелл. И детей Парелл. Сейчас вспомню. Там психолог рассказывал, вот, ну, почему-то, когда я его слушала, там, если рассказывать про Парелл, у меня навеяло одну мысль. Что я вот такая чувствительная, да. Я очень чувствительная. Я не выношу дискомфорт. Я не выношу дискомфорт. Я такая изнеженная. Понимаете? И я не выношу напряжение. А есть люди, которые очень хорошо выносят напряжение. Вот, например, я из тех людей, которые никогда бы не смогли взять кредиты, ипотеки. Для меня это так вот тяжело. Я не могу жить с кредитами. А есть люди, которые легко берут на себя кредиты и всё остальное. И открывают бизнес. И, вы знаете, у меня есть одна знакомая. Не буду больше ничего говорить. Но суть в том, что она очень молодец. Она очень молоденькая. Она делает бизнес. Один, второй. Один не получился, продала. Второй получился. Там и палки в колёса. Она всё равно делает. И, вы знаете, я понимала, что у неё восприятие реальности отличается от моего тем, что она, видимо, ту... Она вот именно толстокожая. Она очень хорошо выносит напряжение. То, что для меня напряжение, для неё это совершенно не напряжение. Кредиты на бизнес. Большие деньги. Большие деньги. Под, не знаю, под единственную недвижимость. Да, говно вопрос, как говорится. Говно вопрос. Понимаете? И всё замечательно. Она выносит напряжение. Она выносит напряжение. А я это напряжение вынести не могу. А почему, интересно, она выносит напряжение? Внешне она очень слабенькая, маленькая. Но почему она это выносит? Что-то в детстве как-то с психикой её поступали. Может быть, эта способность выносить напряжение и есть часть её травмы? Понимаете? Часть травмы, где она все свои страхи, закрыла в какую-то маленькую комнатку, к которой у неё нет больше доступа. Понимаете? То есть человек не испытывает тревоги, сниженная тревога. И есть какая-то даже, можно сказать, для рядового человека нездоровый экстремализм, нездоровый риск. Где другой человек скажет, ёпараса-то, ты так рискуешь. А он скажет, да господи боже, да что ты вообще, я ничего не рискую. Кредиты, да, последний недвижимость, всё продала, мне по барабану. Я сейчас новое всё сделаю. И берёт, и делает. Ну, конечно, у неё тоже не получается, но для неё это... Ну, не получилось, не получилось. Понимаете? Но это не мой путь, я так не хочу, нет. Я так, я к этому даже не хочу стремиться, потому что я так не смогу, у меня психика другая. Я бы хотела носить какие-нибудь элегантные наряды, просыпаться, идти спокойно завтра. Слушать красивую музыку. И чтобы вокруг меня были люди спокойные, понимаете? В которых я бы брала хорошую спокойную энергию. А я, получается, получается так, что меня окружают люди тревожные. Тревожные, волнующиеся, волнующиеся. И я беру от них это. Поэтому, Юля, если ты поедешь, ты возьмёшь с собой себя. Главное не взять с собой этих людей. Главное этих людей с собой не брать, понимаете? Которые здесь на тебя тревогу, понимаете, вот это вот, навязывают, понимаете? Накрывают тебя этой тревогой. Я вам ещё раз говорю. Вот, вот открытие для меня. Что я беру на себя чужие чувства, тревоги. Я это состояние как магнит, как приёмник. Я принимаю. А что, если бы меня окружали другие люди? Что, если бы меня окружали люди творческие, спокойные, размеренные, слушающие оперу? Что было бы с моей личностью? Может быть, она бы тоже трансформировалась, понимаете? А пока что вот я вам рассказываю. Прихожу к бабушке, её трясёт, меня трясёт. С мужем живу и не понимаю, почему, когда мы стали с ним в одной комнате, так вообще пиздец начался, извините. Ну, это вообще, у меня такой напряг начался. Я могу просто даже в комнате лежать, и я смотрю в окно и понимаю, что у меня ощущение, как будто я в этой комнате, меня сжимает. Особенно, когда он дома, когда он дома. Когда его нет дома, меня не сжимает комната. Но как только он дома, я ему это бы сказала. Говорит, ты приходишь, и я начинаю чувствовать, как меня сжимает. Я сижу в этой комнате, и меня сжимает со всех сторон. Так, может быть, с ним это тоже происходит. Может быть, это я не понимаю, откуда. У меня всё было хорошо. Но как только ты пришёл домой, ты сел за компьютер, и я вдруг начинаю чувствовать, как комната сжимает меня. Может быть, это тебя сжимает сейчас изнутри что-то, но ты не чувствуешь. Как та девочка, которая бизнес делает. То есть у неё это тоже, наверное, всё есть. Но это спрятано где-то и закрыто. Она это как бы... Ну, это как бы не то, что игнорирование, а просто как будто выключена эта часть психики, мозга, тела, я не знаю, что там. Личности, часть личности. Понимаете, муж, возможно, тоже так же, у него что-то выключено. Но он это чувствует. Это идёт в его теле. И это может вызывать и психосоматические реакции. Я об этом ему тоже говорила. И я это начинаю перерабатывать. Но это для меня слишком много. Я не могу. Для меня это слишком много. Я не могу за вас всех перерабатывать ваши эмоции. Я не могу для вас всех дать опору. А мне кто даст? Я сама без опоры. Понимаете? И вот я говорю, я иногда с мужем чувствую, что он меня убивает медленно. И я себе говорю, Оля, набери сил. Почему я это говорю? Оля, набери сил. Я как будто чувствую, что моё тело сдаёт. И я говорю себе, Оля, не убивай себя. Не разрушай своё тело. Будет время. Ты уедешь в Питер. Ты поживёшь одна. Одна. Одна, чтобы почувствовать эту опору. И чтобы убрать этих людей, которых нужно поддерживать. Я хочу одна. Я хочу остаться одна наедине со своими чувствами. И ощущениями понять. Какие они мои? А какие они ваши? Вашу мать. Я сделала брови. Но это просто первый день. Они не всегда такие яркие. Ну, покрасила краской, капусом. Ну, завтра они уже будут не такими яркими. Просто первый день. Я сегодня... Ну, всегда когда покрасишь, потом они блекнут. Со второго дня. Я сейчас слушаю очень интересное видео паренька одного. Значит, он рассказывает, как он заболел шизофренией. Я как-то скидывала, ну, что-то на подобие, да, подобной тематики в Телеграм. И моя подписчица мне написала, говорит, я не могу смотреть такие видео, потому что после них вот я чувствую, типа, себя плохо. Что человек рассказывает о своих болезнях, и потом я как будто бы на себя это принимаю. Вот вы знаете, кстати говоря, я... у меня такого нет после просмотра видео. То есть я очень хорошо чувствую то, что рядом происходит, но после просмотра видео... То есть, нет, ну, смотрите, если это какое-то кино, и я хочу погрузиться в кино, и я погружусь. Но если это просто видео на Ютьюбе, которое я смотрю, ну, чисто вот в ознакомительных целях, я понимаю, что это другой человек, да. Ну, то есть я просто слушаю. Мне интересно, что как бы как проходит, как у того человек... Просто сейчас очень много, кстати, таких, ну, каналов про шизофрению, про все остальные вещи, болезнь. Болезни реально психические. И люди с бытовой точки зрения рассказывают о своих ощущениях, как у них это проявляется. И это очень интересно. И вот, значит, я как бы... я спокойно эти видео смотрю. Совершенно спокойно. Мне очень интересно реально узнать вот как бы как, ну, не из книжек, а, в общем, из практики. И вот паренек рассказывает о том, что когда он был маленький, у него была хорошая семья, и его отводили в садик, и он каждый день плакал. И для него это было невыносимо, что почему его любящая семья отдает его каждый день туда, где он чувствует себя очень плохо, одиноко, ему там холодно, как говорится, духовно холодно. Вот. И это действительно непонятная ситуация, когда... Когда семья не выживает, продолжает отводить ребёнка в сад, при этом видя, что ребёнку плохо. Когда я пробовала Линду отдавать в госсад, ну, тут рядом, да, ну, я потом не стала водить, ну, просто не захотела. Ну, я решила, что мне вот удобнее будет вот так. Мы потом в уникум ходили, в платный, ну, как бы в платный центр, да, то есть, вот. И, в принципе, нам этого было достаточно. Я привела её туда, ей было 3 года и 2 месяца. Ну, и это была адаптация там. Мало ли детей было, это ещё было лето, а конец августа. И у меня Линда совершенно спокойна. Я стояла около садика, я наблюдала, как они выходили гулять. Вот, и у меня Линда совершенно себя хорошо чувствовала, то есть, всё было замечательно. Но там были дети, которые всю прогулку стояли, вот, вы понимаете, там как бы два садика у нас тут рядом. И получается, наш садик, который был, поменьше был, он, видимо, для, ну, там дети какие-то были помладше, видимо. И вот там как бы такая калиточка была, то есть, их загончик, где они выходят гулять. То есть, там разные зоны для гуляния разных возрастов. И там был такой загончик, и как бы калиточка какая-то была, решётка. И была девочка, которая всё, весь час стояла около этой калиточки, плакала и звала маму, которая уже ушла. Ребятки, это был писец просто. Я на это смотрела, и я вообще не понимала. И как-то, по-моему, даже мать там как-то подходила вроде, но потом ушла. И я не понимала, ну как так, ну как так, ну ты видишь твоему ребёнку плохо. Ха, воспитатели тоже видят, что ребёнку плохо, и ребёнок, вот, понимаете, ситуация? Два воспитателя, ну, воспитатель там нянька, наверное, стоят около этих детей, их мало ещё, там человек 10, может, от силы. Кто-то тут копошится в песочнице, там небольшая территория, скажем так. И один ребёнок стоит около калитки и плачет, плачет. Знаете, ты смотришь на этого ребёнка и понимаешь, что вот он плачет, ему так тяжело, что как будто его бросили. Его, конечно, не бросили, но суть в том, что вот как этот мальчик в шизофрении рассказывает, что вот уже в этом возрасте могут вот и такие быть проявления какого-то психического расстройства или болезни, но по-другому сказать, психической слабости. А родители думают, что они сейчас, вот, адаптация пройдёт, адаптация, сейчас поплачет, и его... Нет. И вот и родители своей бесчувственностью, своей невнимательностью, своей нечуткостью... Мы сейчас не берём вопрос, когда им жрать нечего, там мать побежала на работу, значит, выживает, там на заводе, работает, там, понимаете, совсем, да? Нет, мы не берём такую ситуацию, да? Нет, ну понятно, что ей всё равно, понятно, отдают в сад, чтобы выйти на работу, но это кощунство. Общество, в котором баба должна выходить на работу и сдавать ребёнка в сад, и он стоит вот это, понимаете, около калитки, плачущая, орущая, это просто ужасно. Это ужасное общество, в общем. Я вот, понимаете, и вот, почему вы не понимаете, что ребёнку плохо? У ребёнка вашего слабая психика, есть предрасположенность, может быть, как раз-таки вот к таким вещам. Если бы, может быть, вы были бы более чутки к своему ребёнку, или ребёнок родился у другой, у других родителей, в другой семье, нормальной, понимаете, где были бы родители внимательны и чутки к переживаниям ребёнка, может быть, у мальчика, возвращаясь к историю, которую я смотрела, не прогрессировала бы с шизофренией. Может быть, он так бы и прожил бы, понимаете, ну вот, и ничего не было бы. Ну вот, понимаете, а мальчик помнит, сидит его мужик взрослый, там, лет 25, и рассказывает о том, что как он помнит, как его бросали вот хорошие мамы и папы вроде бы, ну вот, понимаете, что он чувствовал. И плакал, и не понимает, почему он каждый день плачет, а его мама и папа такие хорошие всё равно в сад отводят. Понимаете? Вот надо быть к себе чутким, надо не говорить, что, ну все же ходят, все такие сильные, все такие сильные, а ты почему такой слабый? Будь сильным. Нет, надо быть чутким к своему ребёнку. Я вот то же самое вот с красивой осанкой. Я это вижу, как родители. Нет, будешь заниматься этим, будешь спортсменом, будешь победителем, будешь победителем, хотят, ну слабый у тебя ребёнок, ну есть дети слабые, и мальчики, и девочки, ну есть слабые, они не станут сильными, родители, смиритесь, ваши дети не станут сильными, они слабые, не могу, весит так это всё. Ну потому что, ну, ай, это ваши дети, делайте всё хотите. Ну что, мы сейчас будем с вами, наконец-то, я до этого добралась, штанишки подворачивать, укорачивать. Вот я их неделю назад подвернула, сейчас надо будет их прострочить. Да, видите, какая я, какая я хозяйственная женщина, видите, да, экономная, хозяйственная. Эту машинку я купила, когда мне было лет 18, наверное, или 19, я уже не помню. Я первый курс института закончила, по-моему, да. И работала на раскопках, вот, короче, там везде работала. И вот купила машинку, она стоила 6100 рублей. Это был, значит, 2008 год, наверное. Но мне мечта была такая, что я эту машинку купила. Да, представляете? Вот так. У меня ещё есть оверлок, я его тоже купила через год. Да, а ещё у меня есть диплом портного четвёртого разряда. Да, да, зайки. Так бы, кстати говоря, поработала когда-нибудь. Поработала бы. Ну, портной я кроить не умею, я только могу операции выполнять. Но, к сожалению, не смогу я работать на такой работе, хотя было бы интересно попробовать. У меня, я сидеть не могу, у меня спинка болит. Вообще не могу сидеть. Вообще не могу сидеть долго. Вот. Друзья мои, мой канал нуждается в вашей поддержке. В первую очередь, это ваши лайки, комментарии и подписки. Также вы можете угостить меня чашечкой кофе, перечислив ваш донат напрямую мне на карту или воспользовавшись сервисом Donation Alerts. Все ссылки в описании видео. А для самых увлечённых зрителей у меня есть уникальное предложение. Стать моим доном в группе ВКонтакте Невротичка Оля. Нажмите «Поддержать автора» и введите любую сумму, удобную для вас. И вы получите доступ к эксклюзивным видео о моей личной жизни, психологическим разборам на примере моих ситуаций. Будьте готовы. Эти видео слишком откровенны. Люблю, целую. Ваша Невротичка Оля. Субтитры сделал DimaTorzok